Привет, котятки! Я хочу рассказать о том, что у меня на канале появится новая рубрика. Я буду рисовать предводителей из разных времён и рассказывать о них интересные факты. Сначала я расскажу о первом предводителе Грозового племени Громозвёзде. Громозвёзд. Грозовая звезда. Огромный, коренастый, мускулистый, рыжий-белый кот с широкими плечами, гладкой, короткой, густой шерстью. Цвета осенней листвы, огромными, сильными белыми лапами, искрящимися нитранными глазами, полванным кончиком уха и крупной головой. Характер. Громозвёзд был сильным, смелым и отважным котом, хотя сообразительностью ему было не занимать. В молодости кот был несколько наивен, а потому легко повёлся на сладкие речи звёздного цветка и на её привлекательную внешность. Несмотря на самостоятельность, он всё же чувствовал благодарность за поддержку близких. Любил своего отца и долгое время разрывался между ним и серым крылом. Накрой, когда Гром понял, какое чистое небо на самом деле, перестал схищаться ими. В опасной ситуации помогал другим, какой бы группе они не принадлежали. Основал собственное племя и смог мудро руководить им. Интересный факт. Рикки Холмс говорила, что Гром, Вика, Тень, Небо и Ветер не имели суффикса звёзд, звезда, на конце имени, так как в то время ещё не была заведена такая традиция. Однако это противоречит информации из секретов племён, где говорится, что основатели племён имели суффикс звёзд или звезда. Это оказывается правдой, так как в конце снах и введениях бабочки все предводители добавляют к своему имени суффикс звёзд, звезда. Гром назван в честь гребящей тропы. Хотя было так же связано, что он назвал так из-за того, что используют глазу в своих целях. Он ходит всё время на раскатах Грома, пугая этим свою добычу. Тем не менее, в Солнечном Пути сказано, что это в честь его мать и Грозы, а также потому, что он пережил городка камней во время разрешения своего убежища. Эйн Хантер подтвердили, что Гром в апреке предположения фанатов не является предком огнезвёзда. Хотя в предыдущих книгах предродительское имя Грома было громозвёзд, в снах и введениях бабочки его перевели как Грозовая звезда. Он дал 100 звёзд восьмую жизнь, ответственный за сложный выбор. Ошибки. Его ошибочно описали в Золотистом, в оригинале. Также его несколько раз пылинули зелёными глазами. Его ошибочно назвали Чистым Невом. В секретах мне он ошибочно изображён с зелёными глазами. Ну, на этом пока что всё. Я ещё буду рисовать предводитель глазового племени и постараюсь принять процесс рисования. Пока!